Приветствую вас и, во-первых, не умоляя и не опровергая того, что написала вам Эксперт Лидия, мне бы хотелось немножечко, не то чтобы даже дополнить ее ответ, он, наверное, в своем роде является полным, а мне бы хотелось, знаете, посмотреть на ваши проблемы немножко с другой стороны. Вот вы пишите, что, значит, раздражает вас, ваш отец определенным звуком. Скажите, во-первых, сколько вам лет? Есть ли еще что-то из звуков, что вас раздражает? Есть ли еще что-то такое, что вас напрягает и не дает спокойно жить? Дальше. Если у вас отношения с вашим отцом не самые лучшие, то очень возможно, что у вас ассоциативная реакция идет на него. Нужно бы рассмотреть отношения между вами. Ну и далее, далее требует бросить, сколько вам лет, почему вы не можете жить отдельно, и, собственно, заставлять вас именно бить себя. То есть, определенно, что вы ничего не можете с этим делать, но почему ему как-то не помочь папе, не купировать, например, это... Ага, откуда у вас вот эта вот скрытая агрессия? Какой неразрешимый конфликт внутри себя вы пытаетесь подавить вот этими вот действиями? Это как бы идет в дополнение. То есть, попробуйте подумать еще и об этом тоже. Это очень важный момент на самом деле. Ведь, если, например, раздражает вас только этот звук, то тогда, смотрите, стоит вам услышать что-то подобное, и у вас, получается, также будет идти раздражение и проявление аустроагрессии. И это в итоге получается так, что вы можете наносить себе вред не только из-за вашего отца, а и по другим причинам, а если у вас видишься уже в период. Ну, вот то, что я вам хотел, в принципе, в общем и целом сказать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!